Производственные возможности альтернативной энергетики Азербайджана в обозримом будущем увеличатся в общей сложности как минимум на 3 гигаватта. Соответствующие соглашения заключены накануне между Азербайджанской СОКАР и компанией МАЗДАР из Объединенных Арабских Эмиратов. Сотрудничество охватит проекты в морской и наземной ветроэнергетике, солнечной энергетике, а также в секторе водорода. Подробнее тему потенциала возобновляемой энергетики в Азербайджане мы обсудим с доктором технических наук, заведующей отделом химии и технологии нефти и газа, заведующей лабораторией возобновляемых видов топлив Института нефтехимических процессов имени академика Юсифа Мамедалиева Тараной Мамедовой. Тарана Ханум, здравствуйте! Здравствуйте! Мы видим, что Азербайджан высокими темпами развивает сферу возобновляемых источников энергии. Какие из направлений вы считаете наиболее перспективными? Я приветствую всех наших слушателей и хочу сказать, что Бог всецело любит Азербайджан, ну буквально всецело. Азербайджан, наделенный большими запасами нефти и газа и большими возможностями для развития альтернативной энергетики. Солнечная энергетика, ветряная энергетика, в первую очередь то, на что следует делать упор в умеющихся у нас в климатических условиях. Как вы сейчас чуть раньше отметили, в этом направлении работы ведутся. И для этого у нас есть все условия для создания как потенциальных мощностей, так и получения... Тарана Ханум, мы вас слушаем. Тарана Ханум, мы вас слушаем. Да, сбой произошел в сети, значит, на виду солнечной и ветровой энергетикой у нас следует обратить внимание на развитие биоэнергетики, то есть биотоплива. В климатических условиях Азербайджана для этого есть все условия для развития этой области возобновляемых источников энергии. Это в первую очередь биотопливо, биоэтанол, возможности их использования в транспорте и как энергоносители, в том числе и для использования их на мощностях электростанций. Вот этому направлению следует уделить очень большое внимание. Со своей стороны, хочу сказать, что в институте, в нашем институте химических процессов имени Юсифа Мамедарева есть все разработки и есть соответствующие полупромышленные, полу... Есть мощности для получения биотоплива с производительностью 60 литров в час, поэтому как пробный вариант получения этого биотоплива на основе растительного сырья Азербайджана, то есть хлопкового, посолочного, кукурузного, соевого и даже оливкового масел, плантации, которые все больше и больше расширяются в условиях Азербайджана, это приоритетная задача для получения как минимум альтернативных видов топлив для использования в Баку. Как мы знаем, Баку город большой, достаточно тесный, автомобильных единиц много, и выхлопы их собираются на уровне дыхательных путей людей и приводят к значительным осложнениям со здоровьем и улучшению экологической обстановки в городе в целом. Поэтому для такого большого города, как Баку, использование биодизельного топлива, разработанного в нашем институте, было бы, конечно, очень актуальной и архиважной задачей. Вот, Таранаханум, одно из соглашений между Сокарой и Маздаром касается водорода. Какое будущее у этого ресурса? Ну, при наличии достаточного количества электроэнергии, то есть солнечной и ветровой электроэнергии, для получения водорода нет никаких препятствий. Самый распространенный способ получения водорода электролизм воды, самый визированный, так сказать, это электролизм воды, но это требует большого количества электроэнергии. Если иметь в наличии достаточное количество дешевых доступных электроэнергий, которые обещают использование солнечных и ветровых установок, то получение водорода очень, так сказать, реальная, весьма реальная перспектива, которую можно получать и в дальнейшем использовать. Что касается зеленого водорода, получение его на основе биомассы, то это тоже очень важное направление в получении зеленого водорода, как экологически безопасного энергоносителя. В наших условиях это очень актуально в связи с тем, что, например, даже в зоне Карабаха есть очень много пострадавших лесов, одновременно пострадавших лесов, и эта зеленая биомасса должна быть как-то утилизирована. И на местах, утилизируя биомассу через процессы газификации, можно получать достаточно до 38% водорода и использовать их в качестве энергоносителей. А вот насколько развитие возобновляемых источников энергии будет способствовать превращению Азербайджана в экспортера электроэнергии? Ну, у нас есть для этого, как я уже чуть выше отметила, у нас есть и потенциальные возможности, и интеллектуальные возможности. Это обязательно следует делать, это тренд сегодняшнего дня. К сожалению, вот эта перестройка энергоструктур, мировой энергоструктуры, основанная на переходе от минеральных к возобновляемым источникам, она идет во все, и этим надо пользоваться. Уйти от этого тренда не получится. Что касается возможностей, они у нас есть, и климатические возможности есть, и интеллектуальные. То есть это обязательно должно быть. А как вы видите дальнейшее развитие сотрудничества в данной сфере, в сфере возобновляемых источников энергии между Азербайджаном и арабскими странами? Ну, судя по началу, как пошло начало переговоров и при вложении достаточного количества инвестиций, это сотрудничество обещает быть многообещающим, должно быть многообещающим. Благодарю вас, Тарана Ханум. Спасибо вам большое, что ответили на все наши вопросы. Всего доброго, до свидания. До свидания. Всего доброго. А и напомню, что с нами на прямой связи была Тарана Мамедова, доктор технических наук, заведующая отделом химии и технологии нефти и газа, заведующая лабораторией возобновляемых видов топлив Института нефтехимических процессов имени академика Юсифа Мамедалиева. Продолжение следует...